Что будут учить девятые классы, Лермонтов, смерть поэта. Погиб поэт, невольник чести, Пал, оклеветанный молвой, Свинцом в груди и жаждой мести, Поникнув гордой головой, Не вынесла душа поэта Позора, мелочных обид. Восстал он против мнений света, Один, как прежде, и убит. Убит. К чему теперь рыдание? Пустых похвал ненужный хор, Нежалки лепит оправдание. Судьбы свершился приговор. Неволь сперва так зомно гнали Его свободный, смелый дар, Не для потехи раздували Чуть затаившийся пожар. Что ж, веселитесь. Он мучений Последних вынести не мог. Угас, как светочек. Дивный гений Увял торжественный венок. Его убийца хладнокровно Небел удар. Спасения нет. Пустое сердце бьется ровно В руке, не троган пистолет. И что за диво? Издалека, подобно сотням беглецов, Наловлю счастье и чинов Заброшен к нам по воле рога. Смеясь он дерзко презирал Семей чужой язык и нравы. Не мог щадить он нашей славы, Не мог понять всей миг кровавый. На что он руку поднимал? Убит. И взят могилой, Как тот певец неведомый, но милый, Добыча ревности глухой, Воспетый им с такой учунной силой, Сраженный, как он, безжалостно рукой. Зачем от мирных нек И дружбы простодушной Вступил он в этот свет Завистливый и душный Для сердца вольного И пламенных страстей? Зачем он руку дал Клеветникам ничтожным? Зачем поверил он Словам и ласкам ложным? Он, с юных лет постигнувший людей. И прежний сняв венок, А не венец терновый, Увитый лаврами надели на него. Но иглы тайные сурово Язвили славное чело, Отравленное его последние мгновения, Коварным шепотом насмешливых невежд. И умер он С напрасной жаждой мщения, С досадной тайной Обманутых надежд. Замолкли звуки чудных песен, Не раздаваться им опять. Приют певца Угрюм и тесен, И на устах его печать. А вы, надменные потомки, Известный подлостью Прославленных отцов, Питую рабскую поправшую обломки, Игрой счастья обиженных родов. Вы, жадную толпой стоящие у трона, Свободы, гения и славы палачи, Таетесь вы под сенью закона. Пред вами суд и правда, Все молчи. Но есть и божий суд На перстнике разврата, Есть грозный суд, Он ждет, Он недоступен звону злата, И мысли и дела знает наперед. Тогда напрасно вы прибегнете к злословью, Оно вам не поможет вновь, И вы не смойте Всей вашей черной кровью, Поэта, Праведную кровь.